Юные, талантливые, красивые, 16 участников проекта «Фотомодель по-детски» боролись за победу. Кому шел главный приз проекта, расскажет Юлия Воженина. Ровно 105 дней, а это 3,5 месяца, эти дети посещали мастер-классы, учились ходить по подиуму, пробовали себя на различных фотосессиях. Этот проект дает много-много всего деткам классного, познавательного, интересного. Это уроки подиума, фотопозирования, актерского мастерства. Они не боятся сцены. И если сравнивать фотографии, как они пришли на кастинг, как они сейчас, они очень сильно выросли. Они, в принципе, ничего не боятся. Пижамное рождественское утро, сказочные образы Каи Герды и просто сильные луки. Основная задача каждой фотосессии – быть разным. Пожалуй, самой сложной для участников стала эмоциональная съемка. Изобразить злость, слезы и огорчение не так-то просто. Самое сложное было это, когда мы были с эмоциями. Надо было либо плакать, либо злиться. Не в обычном стиле улыбаться там. Как бы здесь очень много чему учат. После этого фоткаться намного легче. Мне больше всего понравился подиум. Там нас учили правильно ходить, но также нравились фотосессии. Ходить по подиуму – любимое занятие и у Ильи Фирсова. Двигаться как модель у него уже вошло в привычку. Меня куда-то позвали, я иду всегда как модель. Мальчиков модели очень мало, поэтому очень большой шанс стать известной моделью. Сейчас в проекте очень классно. Очень грустно будет его, конечно, покинуть. И главное – выиграть. После горячих обсуждений жюри все-таки выбрали победителей. И так лицом первой оптической компании стал Данил Игнатьев. Настя Свеклова – теперь лицо бренда «Айм Хэппи». У магазина одежды «Йо-майо» тоже появилось новое лицо. Им стала Дарья Ермошина. Серебро проекта поделили между собой Илья Фирсов и Арсений Яковлев. Именно они появятся на новой обложке журнала «Дедкидз». Ну и победителем проекта «Фотомодель по детски 4» стала Арина Авксентьева. Юная модель получила приз 30 тысяч рублей. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, «Республика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова